всем доброе утро у нас сегодня утро начинается с зарядки тут залезть так все я буду прыгать на батуте тебя нельзя то только один человек может да вау классно там наверно вся камера трясется давай покажи покажи как ты умеешь а что ты боишься выпасть ну давай тандем тандем или как он синхрон давай синхрон ну я буду снимать а ты при да ну классно да потому что я накачал мой теперь ты теперь ты давай показывать Можешь ты сюда подойти? Окей. И не прыгай, я хочу флипси. Хорошо, давай. Это очень тяжело, потому что поезд с трамполью сюда, да? Да. Вау. Я даже не баунсен, я просто... Да? С места, с места. Молодец, молодец. Вот, кто выше. Тебе даже не надо прыгать. Детский сад, детский сад тут устроили. Нам напишет, Джоном Антон детский сад устроил. Прыгает на батуте. С Ульяной. С малышней. Да, с малышней. Друзья, счастью моему нет предела. Вариант номер два, он работай. Я счастлива. В общем, напоминаю, что мы купили гибискус дерева, то есть китайская роза по скидке. Заплатили 13,75, оригинальная цена 55, но он уже был очень слабеньким и с вредителями, да. Такой кулуысый. И я его так хотела, поэтому мы его купили в надежде реанимировать. И у нас все получилось с попытки номер два. Напоминаю, что, ну я показывала в прошлых видео, что мы купили жидкий мыльный раствор, концентрат специально для этих вредителей. Я опрыскивала ровно три дня, три дня подряд, и никаких изменений не произошло. Наоборот, вредители только умножились, да, размножились. Затем я решила попробовать метод два, помыть все листочки, все листочки хозяйственным мылом, так тщательно, обильно. И не один час у меня на это все пошло. Затем я все смыла водой хорошенько, и все. Результат я сразу видела, поэтому на ночь занесла его в дом. Стоит он у меня отдельно от моих растений. Он сейчас на карантине. За ним надо понаблюдать. Единственное, что я заметила, листочки начали желтеть и отпадать. Я сейчас вам покажу, видите. Но если отпадут, и хорошо. Они уже нехорошие, зараженные. Видите. Что будет дальше, я не знаю, буду наблюдать. Но пока на данном оттате я довольна. У меня все получилось, рекомендуем. Очень много хороших еще листочков. Его в планах, в планах его, конечно же, пересадить. И я подготовила даже для него горшок. И я думаю, скоро он будет и цвести. Смотрите, да? Люблю гвоздики. Из-за того, что они супер долго стоят. Такие красивые. Радуют меня. Этот цветочек надо уже выбросить. Опа. Красиво как. С утра еще успела приготовить на обед борщ. Борщ у нас с говядиной. И с фасолькой. Вкусный. Хорошо получился. Все, как мы любим. Не жидкий, не густой. Идеальный. Вот, это у нас на обед. А на ужин я планирую готовить рыбу. По интересному рецепту. Давненько вам не показывала картину, над которой у Лианы работает. Покажу ее успех. Медленно, но она старается. Да. Но, как я заметила, ей браслетики вести намного интереснее, чем сидеть над картиной. Но ничего страшного. Лиана старается. Продолжает. Работает. Так как гимнастика у нас летом, поэтому не сильно быстро идет у нас процесс. Я бы тоже помогла ей, но я хочу, чтобы она закончила ее сама. Красивая будет картина. Как-то так получается. Готовлю еду каждый день. Настолько все вкусно, что быстро и съедается. Значит, у меня на сегодня запланировано приготовить филе трески и черный рис. Каким образом треску я планирую запечь в духовке в сливочном соусе. И черный рис я планирую приготовить по нашему любимому методу. Обжарить в сковородке с овощами. Филе я решила порезать на кубики. Значит, посолила, поперчила. Добавила сушеный перчик. Болгарский. У меня вот видите, зеленый, красный. Ой, такая вкусная приправка. Чисто сушеный перец. Значит, да. Змазала я формочку оливковым маслом. И сейчас планирую вылить соус на рыбу. Такой соус я уже готовила. Сейчас расскажу. Рыбка под этим соусом получается очень вкусной. Значит, какие ингредиенты мне понадобились для приготовления этого соуса. Готовила все на глаз, приблизительно на такое количество рыбы. 500 мл жирных сливок. 30 г сливочного масла. Масло я растапливала. 1 луковицу. Луковицу я натирала. 1 столовая ложка горчицы. 3-4 зубчика чеснока. Все перемешать и вылить в форму. Запекать 25 минут без накрытия. Показываю вам эту вкуснятину. Друзья, это очень-очень вкусно. Рыбка под сливочным соусом получилась. Пальчики ближе. Ну и здесь у меня еще томится. Наготавливается черный рис. Еще решила запалить свечи. И приготовить овощный салат. Горчик, помидорчик, брокколи, лук-шалот, кедровые орешки. Заправила я на этот раз гранатовым соусом и оливковым маслом. В общем, вот такая вот вкуснятина получается. Смотрите, как интересно выглядит блюдо. И очень-очень вкусно. Ну что, садимся. Показываем, как в жаркую погоду спасаем Мишку. Работа, вентилятор работает. Спасаем Мишку. Так жарко, так жарко, да? Ой ты, жарко, жарко нам, жарко всем. Друзья, вышли мы на вечернюю прогулку в лес. Такой густой-густой. Ой, комаром куча. Гуля, она там что-то рассказывает. Мишка лежит в колясочке. На этот раз мы не обвесили Мишку игрушками. Только одна игрушка весит. Она была весить меня. Ой, так хорошо. Спрятались мы, в общем, от жары лес. А ну, Улянка, повернись к нам. Ай, Улянка, в очках. Вообще редкость. Редкость. Я просто нашла в этом Антоновой машине. И очень... Странно, странно. И очень другое было без очков. А другому, да? Да. И снимай вот так. Всё, снимай нас. Вижу. Видишь, даже не держит. Это не считается. Держит. Считается. Первая съёмка. Да, первая Мишкина съёмка. Вот она снимает нас с кроватки. Ай, класс. Да. Ой, как красиво. Смотри, так сверху обрамление. Угу. Ну. Вау. Да? Мишка, молодец. Будь оператором у нас. Роли распределились. А кто будет edit videos? Я. Ну, если ты будешь жутиться, дальше туда будешь edit video сделать. Да? Тебе нравится? Классный план придумали. У нас с папой крейки. Ну. Давай. Не, ну тут классно. Ну тут же сейчас пойдёт спуск большой. К 67. вот это что мы сейчас мост приезжает это только вниз пойдет к маккензи парк вот мы уже идем по спуску да ты видишь сейчас уже close да все пешком идти до можем туда на озеро можно а если ехать нам надо ехать туда в ту сторону до объезжать надо круг чтобы добраться сюда а так мы можем спуститься просто все может какие-то олени будут на пути оси такой погодный тут можно встретить значит не забывайте мы же будем под горку назад так что будете качать ноги будет до мешка ты как снимаешь нас снимаешь хорошо или тряска скажет что там мия снимать не умеет трясет всю камеру да мишка а еще у нас такая стабилизация в этой камере но хорошая картинка картинка лучше алина кто-то хочет а нету шифов как ты хочешь чтобы мы стали да нет не тот ракурс давай 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 поправим так отказать гоняйте комару рябина так красиво да так нужно все за колясками критились и так сборки классно что здесь куча лавочек можно посидеть в тишине я не думаю что надо сидеть чего страшно птички поют прочитай что там написано радир советую не мусорить не походим крювинг патик ну недель project нашим небо худе все она снималась наснималась да там делаем поворот такой можно я сниму да сниму сейчас вошу камеру держите в свою сторону вам вдруг велосипед будет ехать можно видишь туда пойти по тропинке в лес да как там миюша делать миюша делает хорошо другой велосипед да целых два велосипеда других ребята смотрите как классно выглядит кто да 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 лес лес пошлите в лес мама кстати сзади на телефоне занимает ну да да хочется тебе уже ходить и ползать и с нами идти за ручку да еще чуть-чуть еще чуть-чуть не спеши миюшка наслаждайся так друзья гуляем мы тут по району может быть немного тряска машины комары кусает вот гуляем и тут и тут нас пробила вот такая вот ностальгия это вот зеленый дом который сейчас строится это было одно из первых наших решений здесь купить town house нам обещали что он к осени будет готова и в принципе как она есть вы видите уже возведен возведен и сейчас мы покажем где должен был быть по идее наш год вдруг на минуточку должен был быть да интересное хороший уютный тоже полностью новый но было да но которые мы не учли с первого взгляда так можно сказать мы учли это уже с нацать сотого взгляда когда нам и подсказали и мы начали что происходит значит вот эти все балконы это лофты кто помнит мы тоже показывали рассказывали и делали видео в нем вот был бы гараж но гараж маленький был бы тоже на одну машину машины те чисто на одну машину там даже мы ничего не разложили бы вот а юнит бы уходил туда назад на задний двор то есть хоть и здесь как бы не особо busy street ничего вот нету спокойный район зеленый классно то есть вот это должен был быть гараж наш вот здесь вот вход да боковой скорее всего был бы да вот такая вот была бы расстановка ну вот бэк ярд вот и вот бы был наш бэк ярд смотрим смотрим сравниваем в половину меньше нашего был бы если бы мы вдруг согласились здесь тоже классно нам понравилось то что три комнаты все за были три комнаты маленькие но зато были бы три комнаты сверху бейсмент был бы тоже не сделано был как вариант сразу заказать сделать доплатить но я думаю своими руками все-таки будет скорее всего два раза дешевле хотя с инфляцией сейчас уже непонятно тут пока мы бы сделали бы закрутительную сделку я думаю что нам бы еще дороже наверно был бы потому что через полгода в общем и проценты был бы выше от этого дома это была не наша причина не по нашей причине отказ отказа пачки банка сначала до банка захотите потому что квандафи не мамой да мы могли бы под напрячься подсуетиться это было бы да напряжено нудно но банк да нам отказал из-за того что было квандафи и потому что была бы такая же цена мы платили бы что за наш теперешний что за вот этот вот новый дом который был бы меньше скондафи ну и соседи было бы больше в принципе и как ты сказала шумная дорога все-таки у нас не так что тут все-таки добавляем визит раз и чем изоляция нет было все почему мы выбрали потому что здесь выходят на вот эти вот дом на задний набокер на дома то есть не на бизнес 3 как там дом на дом да у нас вообще тихо у нас не тоже у нас и вообще тихо а здесь до чувствуется да то есть здесь в этом районе все зеленый чистый находится на возвышенности площадке парк мы с которым мы только что вышли я почти выбежал потому что меня комары закусали вот а что я имел ввиду чтобы карт выходит туда вот когда вот дом напротив дома стоят и все но антали она замыкается как бы в одной вот этой вот системе здесь у нас был более бы спокойно ну что ж не судьба хотя было красиво мы ходили да все классно было красиво мы два раза туда ходили мы делали попытку два раза все было новенько так вообще обустроено ой да тут конечно шум да вот так как бы выглядел наш бы баки арт если мы взяли бы купили бы здесь и получается вход на против друг друг не здесь нет а там заборчики есть но они заборчики ты выходишь вот как мы первые и но еще вот вот соседу и слева справа и прямо вот здесь еще один будет застраиваться это в принципе думаю последний уже будут в этом районе да они там один застраивать здесь уже поставленный скорее всего здесь территория строится этот а вот еще есть поляна хотя может что-то другое строится здесь скорее всего с двенадцатого года или с тринадцатого я еще на маршалах работал мы застраивали все вот эти первые юниты восьми плексы застраивали ну бейсмены цокольные этажи как нам сейчас там напишут это не бейсмены цокольный этаж кстати еще открыт open house да да то есть вот эти вот района не застроились быстро буквально вот два мы три-четыре района вот последние уже шесть-семь лет увы очень медленно слабенько пока не пойдет приток инвестиций провинцию или возможно если заработать нефть или еще что-то тогда даст толчок развитию экономии опять начнется бум и все такое но так принципе все красивее тоже деревья сидят ой смотри как он с тобой разговаривает да хочешь потрогать нам потрогай потрогай может понравится какой он да да какой мягкий такой мягкий да а так ну что то так смотри что у нас холодильники пельмени так лена на мороженое готова лен только лена так захотела сделать один один вот моя прелесть в таком лоточке написано что надо было немного подержать в теплоте будем пробовать будем но подмёрзший ульяна буся по идее должно быть такое нежненькое напоминаем что вчера первый раз готовила готовили домашнее мороженое ну и как получилось получилось мне кажется вкус звучат можно я возьми другую ложку ульяна попробуй моей если сможешь но специально так замерзла что меньше я ну консессенция мороженое так точно ну ну не нравится классно получилось у нас получилось не нравится в комнату хорошо давайте давайте мое посмотрим как его надо я думаю что я знаю там там облезли палочка внутри все я понял да ты его так сделаешь и потом вытянешь вот так это что я хотела вытянешь точно вот ты ульяна умная ульяна у нас смарт Антон предлагал это срезать а я предлагал все порезать что там за смартфон это 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 истербанья да тебе тоже нравится мюшик можно я ликну можно это точно истербанья да не знаю классная формочка с палочками а ты не хотел я? да я не хотел а ну Ленка ну как так я не хотел там просто было написано чтобы нам было мешать вкусно похоже на мороженое? так надо лаз грущенки да серьезно надо попробовать мне тоже кажется он сильно много вкусно? мам ты не вкусно? но жирно жирно чувствуется а мне нравится а я бы побольше грущенки мне кажется нам шоколад нам все еще раз какао банан шоколадные чипсы не шоколадные чипсы не то какао засыпал вот тебе шоколадный мороженый классно классно вкусно да голубику можно малину можно можно банан очень вкусное мороженое спасибо таксалам рецепты лучше чем из всех что мы пробовали да я попробую с палочки ладно так уже быть не ну классно с палочки удобно чем сладка есть кстати да можно делать потому что я думал что будет писалось будет кристаллизироваться да да в чем же разница расскажи ну про это надо было мешать и я так и делаю я три раза помешала через 40 минут а это мы просто положили оно замерзло и ничего не мешали и такой же по вкусу да да все идем к тебе идем идем все